Здравствуйте! 9 апреля мы показывали видеофильм, как мы сеем семена томатов в теплице. И вот сегодня, кому интересно посмотреть, результаты мы вам покажем. Семена сеяли мы по рядам, отмечали колышками в теплице и в блокноте также помечали, где какой у нас сорт. Ну так уже рассада выросла, здесь уже стоит лес. Я вам просто так раздвину и покажу. Вот они ряды идут, вот такие закаленные помидорчики, ножка слегка сиреневатая внизу, это говорит о том, что помидоры закаленные. Посеяли мы их густо, не пикировали, ну и мы их и никогда не пикируем. Это кто специально занимается рассадой на продажу, вот они достаточно хорошо укореняются и безболезненно переносят пересадку, хорошо растут. Один раз, когда уже семена проросли и уже были маленькие росточки, мы полили укоренителем. Использовали укоренитель для саженцев и семян рассады, чистый лист. Ну можно использовать любой другой укоренитель, который у вас есть. Здесь очень удобно, здесь чайная ложечка, вернее не чайная, а такая мерная ложечка, специальная и она рассчитана на ведро воды. Очень даже удобно и экономно. В зависимости от сорта томатов рассада получается разная. Это вот низкорослая, коренастенькая такая, листья крупные, это волгоградские помидоры. Дальше рассада более высокорослая и это сорт томатов розовый гигант. Вот листочки здесь уже не такие крупные, но помидоры очень крупные и очень вкусные. Это де барао, рассада тоже высокая, это помидоры, которые нужно подвязывать, они высокорослые. Сливка, это черная сливка, а также есть у меня и красная и розовая и желтая. Вот и замечательные де барао, очень люблю их. Это томаты солероса F1. Вот тоже такие ножки толстенькие, хорошие, даже не пикированные. Листья у этого сорта крупные. Следующий этап это высадка рассады в открытый грунт. Погода уже хорошая, прошли и заморозки и дожди, я думаю, что уже можно высаживать. Сегодня 17 мая.